Большое спасибо за вопрос. Итак, еще раз хочу подчеркнуть. Вся модернизация, которую я рассказываю, она абсолютно ортодоксальная. Как было не варить козленка в молоте его матери, это запрет смешивать мясо и молоко, так она и осталась. И никуда ни на миллиметр не сдвинулась. То есть абсолютно все, что было в традиции, не подлежит никакой отмене. Все заповеди, все детали, все законы, все абсолютно на месте. Что же изменяется? Изменяются смыслы. Вот если вы заметили, все, что я вам рассказывал, никак не задевало никакую заповедь. Но оно меняет наши отношения, меняет наши отношения к смыслу, наши отношения к развитию. Все остается на месте. Поэтому, сейчас секундочку, поэтому в вопросе кашиута и мяса и молока, например, есть уж такой важный вопрос. Суть проблемы не в том, можно ли смешивать мясо и молоко, а в том, зачем это надо. То есть вопрос, который ставится, это не вопрос, менять ли закон. Закон никуда не меняется. Как был, так и есть. Есть заповеди, есть законы, есть установки, есть тексты, есть идеалы. Все абсолютно остается. Но что добавляется, добавляется новое осмысление. А почему такой закон? Зачем он нужен? Понимаете, да? Теперь, дело в том, что, наверное, посмотрим простой вопрос. Сегодня соблюдать религиозные заповеди легче, чем 200 лет назад, или сложнее? Еще раз, еще раз, еще раз. Ну, например, с аудаизмом мне будет легче привести примеры просто конкретные. Но, допустим, вот для примера чисто. Заповедь, например, с субботы. В субботу нельзя зажигать огонь. Но у нас сегодня есть таймеры и холодильники, и плиты электрические, которые включаются в нужное время, и несоовненно легче иметь горячую еду и вкусную сегодня, чем 200 лет назад. Это, конечно, абсолютно всего. Любую религиозную заповедь, это просто пример. Любую религиозную заповедь исполнять сегодня в 100 раз легче, чем раньше. В 100 раз легче. Нет проблем никаких соблюдать и субботу, и кашут в аудаизме, и любые установки в христианстве. Нет никаких сложностей, наоборот. Мир идет весь навстречу. И все, что угодно ты можешь сделать. И ты можешь иметь это в нужном месте, в нужное время, проконсультироваться. И позвонить в интернете, посмотреть, как правильно и все знать, и учить. И учеба-то вообще стала тысячи, возможно, в тысячи, или здесь не сто тысяч, а легче. То есть, все стало делать гораздо легче. Не сложнее. Гораздо легче. О, вот-то в чем дело. Почему же люди это не делают? Ответ простой. Они не видят в этом смысла. Но не сложнее, их проще делать. Как бы, да, само исполнение, проще. Сложнее, как бы, себя, возможно, как-то, захотеть. Зачем захотеть? Что-то... Так это не захотеть. Это означает дефицит смысла, а не дефицит сложностей. Сегодня сложностей нет никаких. Все гораздо проще делать. А что главный дефицит нашей цивилизации сегодня? Это дефицит смысла. То есть, ответ на вопрос, а зачем это надо? Разве? О, нет. Наоборот. Человек стал более, более требователен к смыслу. Потому что раньше он этого смысла не искал. Ему сказали, и он делал. А сейчас он говорит, нет, не получится делать. Мне нужно понять, зачем. То есть, человек стал не хуже, наоборот, человек стал лучше. Человек стал не слабее, наоборот, человек стал сильнее. Это раньше человек был согласен, что прикажут, то и делают. И от меня научили, но я вот так и буду делать всегда. А теперь он скажет, нет, это не годится. Меня научили, а почему так надо? А ты мне объясни, а ты мне докажи, а ты мне приведи доводы. Это повышение взрослости. Это как ребенок трехлетний или пятилетний. Ты ему говоришь, делай так. А он говорит, а, отлично, конечно, делаю так. Раз папа делает так, а мама делает так, я тоже буду делать так. Что весь его смысл – это подражать папе и маме. Самое главное его желание, ребенка пятилетнего, это подражать родителям. Он не спрашивает, зачем это надо. Подражать родителям – это и есть ценность. А когда ему 15 лет, то нет, подражать родителям уже не ценность. Пусть родители докажут, что это правильно. Поэтому, наоборот, человек стал более чувствителен к смыслу, более требователен к смыслу, на больший уровень поднялся. И то, что раньше его удовлетворяло, сегодня его не удовлетворяет. Поэтому он не приходит в цех, в синагогу или не соблюдает ее, или идет на заповеди, потому что раньше он не искал смысла, смысл был в подражательности, а сегодня он требует смысла. Конечно, и открыть эту мотивацию, самим ее понять, самим до нее дойти, самому продвинуться и раскопать более глубинную мотивацию, которая раньше не была востребована, а сегодня востребована. То есть относитесь к жизни позитивно. Развитие социума – это прекрасная, замечательная вещь. Сложности есть у религии, если она не поспевает за социумом. Не в том, что социум ушел не туда. Социум идет туда. А если религия не поспевает за ним, то начинается отход от религии. Люди голосуют ногами. Потому что их не устраивает тот уровень, который устраивал их прадедов. Потому что их требования выше. И вот это основа основ адекватной религиозности. Продолжение следует... Продолжение следует...